нормальный энергетик теперь можно приступить к ролику здорово пацаны и дамы кто смотрят данный ролик сразу предупреждаю что ролик строго 16 плюс в этом ролике я буду сильно бомбить много материться потому что меня порядком заебала это дезинформация со стороны лидера pd и кей маркус ага или как вот он зовут не уже похуй и администратора ламба не скажу что я буду как-то тут развиваю по фактам и так далее скорее просто хочу обсудить данный вопрос и закрыть просто эту тему чтобы меня не даю были всякими вот этим подобными комментариями типа от тебя кикнулись gta world спд ах ты ашот и так далее те кто это пишет ну идите нахуй долбоебы да я могу посылать долбилов нахуй с этого ролика потому что это мой канал здесь мои правила и никто мне не указ поэтому если ты маленький долбоеб гамбитю который пришел на gta world и пишет мне подобную хуй в комментарии я тебя сразу нахуй забаню если ты выстричь какой-то комментарий и блять ты не сможешь больше не описать ни одного комментария хотя не похуй можешь писать я даже банить тебя не буду ты лишь поднимешь мне активно ролики своими комментариями дизлайками и он будет выходить дальше в рекомендации для просмотра других людей поэтому пиши ставь дизлайки делай что хочешь хотя дизлайки уже не отображаются youtube вообще красавчик сделал крутое обновление так я немножко отбомбился и теперь переходим к теме ролика советую запасить чайком чем-то вкусненьким и внимательно все слушать начнем с самого начала я прихожу играть в лспд по заявке через бэк хоум меня принимают в лспд на по 2 звание болезнь офиса второй степени пишу типа но с небольшим условием что я буду делать сс целый месяц типа ну окей ладно хорошо по делу я так уж и быть эти сс хотя зачем делать ссг это опять непонятно как вам не делать сс и судить человека по игре лишь по скриншоте com вот по этим это как по мне полный кринж потому что показатель настоящий уровень игры делается в живой игре они по скриншотам вот этим которая ты показываешь ну как они реально типа это глупо ты можешь специально скриншотах красиво играть а на деле быть полным говном но не суть я начинаю играть все хорошо у меня нормальное отношение с другими игроками лспд никто не против моего присутствия даже есть люди которые подтверждают что я нормально играю с которыми я чаще всего взаимодействовал и даже блять играл часто вне смены но в один из моментов некий администратор ламп играющий за айси своего персонажа детектива который выглядит как уилл смит из сериала плохие парни навсегда примерно с таким же характером с таким же поведением который часто всего затирает за игру копа запрещая игрокам гета ворлда играющих в полиции играть маленькое бэдкопство я бы даже это бэдкопством не назвал то есть есть чел пдшник который отыграл что запрещает человеку снимать себя на камеру админ ламп это увидел и пригрожает ретестом этому игроку за такую игру мол чувак ты должен играть по мануалу понимаешь иначе тебе дам ретест ну вы осознаете да за айси угрожать челу ретестом не отстранением не увольнением а ретестом за айси моменты но сразу понятно что у человека явно что-то не так с головой я не буду никак лампа здесь оскорблять унижать и так далее просто лишь хочу высказаться на эту тему потому что ламп это такой человек который если ему что-то начинаешь уже по фактам доказывать он понимает что сливается у него лишь один аргумент на все ну я тебе сейчас ретест дам как бы ты поешь гулять вот и все больше у них аргументов в принципе и нет но это еще не основная проблема ретест это ретестами окей хер с ними но теперь переходим к теме почему меня кикнули спд и почему блять пошла так один из формации что стриж ашот его кикнули спд почти в первые дни игры хорошо давайте посмотрим какой я ашот у нас получается вызвал нас детектив в холл мы собрались ночью играем общаемся в холле и так далее проходит ламп на своем айси персонажа детектива мимо уже заходит за металлическую дверь в коридор где по сути уже не слышно разговоров холле я говорю почему он ходит постоянно в этой дебильной майки этот же ламп возвращается обратно уже спустя какое-то время и говорит что что я говорю ничего вам наверно послышалось вас галлюцинации или что типа он серьезно играет то что услышал сквозь стены сквозь металлическую дверь и мне затирает еще что-то о плохой игре я уже начинают забывать про эту ситуацию типа окей все забыли проехали и так далее на следующий день после брифинга меня вызывает капитан где стоит этот детектив и кей ламп который жалуется что я сказал что он в дебильной майки и меня за это отстраняет от службы именно от службы отстраняют от патруля за слово что он ходит дебильной майки я начинаю писать новому лидеру п.д. который еще был вроде как зам который вот этот маркус ага типа чо за дела почему меня отстраняют как он вообще мог это услышать хотя он не мог этого услышать прикрибляю все доказательства в том числе и видео он говорит что ну он мог тебя услышать чувак как бы он тебя как бы системно услышал значит мог тебя в игре услышать по и си поэтому ну играй как бы это проблем тут нет я такой типа чего начинаю уже писать lfm который лид факшен менеджмент типа чё за дела почему они это играют он говорит типа ну пиши жалобу разберемся если там есть какая-то проблема там типа оценка мг и так далее типа разберемся я такой окей хорошо пишу жалобу жалобу закрывают с ответом что игрок мог услышать а теперь давайте представим закрытый кабинет детективов где они обсуждают секретные какие-то вопросики по поводу банды рейдов и так далее проходит чисто какой-то левый чел возможно относящийся к этой банде системно видит эти диалоги и с точки зрения логики он может давай си обыграть и сообщить своим браткам что на них собирается облава наверное это так работает поэтому ну раз администрация так считает значит и можно так играть потому что около пяти администраторов именно так считает что можно так делать типа серьезно блять это так нахуй звучит тупо со стороны слов этих админов мне блять что-то затирают о моем уровне игры при этом сами считают что можно реально услышать сквозь стены находясь бить на втором этаже и слышать диалоги блять с первого этажа блять я не знаю что в голове у этих людей то наверно сидит обезьяна которая стучит блять вот эти вот барабанчики между собой как бы и иначе другого просто объяснение у меня не имеется ну и естественно после этой жалобы меня гикают из полиции прикрепляя доказательства что я плохо блять играю плохой уровень игры ну да плохой уровень игры который блять с первого раза прошел ютс и регистрацию на роли play world который был наверно единственный флорп проект gta 5 и где регистрацию не могли пройти половина гамбютиков типа я прошел в первую регистрацию без блата без ничего потому что гектор был против всего этого и мне что-то затирает о моем уровне игры я сейчас не горжусь и не выебываю с тем что прошел в первый раз ютс и на роли play world и так далее просто лишь прикладываю тот факт что я смог пройти регистрацию а те люди которые сейчас играют в пд на gta world этого сделать к сожалению не смогли я не говорю что за всех я говорю конкретно вот за этих гамбютиков которые выстирают подобный бред о моей плохой игре подвергаясь высеру со стороны лидера пд вот этого маркуса и админа ламба ну да наверное играет слышми типа является крутым детективом и к уилл смит или же по типу является крутым детективом центральной полиции лос-сантоса выглядит круто на вид около 35 лет и это блять в слэш ми блять ну да именно для таких от игровок эта команда и придумано это же высокий уровень игры блять стриж этого не понимает ну да конечно так помимо этой проблемы со мной лидер пд еще что-то там высирает про лидера национального парка там что-то пытаясь как-то его слить вместе с другими лидерами в общем я не знаю почему русской комьюнити среди вот реально типа ютубы проектов такое токсичное такое уёбищное прям с которыми вот никак не хочется общаться никак не хочется взаимодействовать потому что сами они толком ничего не умеют делать нормально не играть и так далее лишь только что-то могут высирать в адрес человека а также что самое забавное что подобные индивидуум из года ворлд судя человека за его работу то есть они серьезно вот заходит на мой канал видишь что я снимаю там по тринити по амэйзингу по грин течу и по другим проектом которые не относятся никак ютубы проектом анти ой блин но наверное ашот конечно не будем его брать никуда он жену наверное просто эти люди не понимают что такое работа что такое получать деньги зарабатывать наверно они думают что я снимаю бесплатно чисто для себя в свое удовольствие но нет пацаны блять я снимаю на тринити за деньги наймэйзинге тоже за деньги на грин течи тоже за деньги да даже на гата ворлд я снимаю за деньги будь моя воля я бы уже давно ушел из самбо но все что меня там удерживает это аудитория просмотры и деньги вот когда однажды упадут для просмотры по самку я сразу оттуда свалю нахер но некоторые конечно же спросит или напишут этот высер по типу а почему ты не снимаешь на гамбите за деньги а ответ здесь очевиден потому что гамбит это проект ютп который не имеет особо большого бюджета для ютуберов и который ясен хер платит мало типа мне предлагали 100 рублей за тысячу просмотров блять но это рабство какое-то я не собираюсь работать по таким расценкам камон gta world это же дело конечно же другое gta world имеет свой филиал как западный так и русские проекты вроде даже еще французский понятное дело что у них бюджет есть я здесь снимаю если бы мне предложили тоже 100 рублей я бы здесь не снимал понятное дело но играть я бы здесь играл потому что проект реально классный и те кто даже здесь еще не играет я советую вам здесь играть потому что здесь очень крутые системы частично адекватная комьюнити за исключением тех людей которых я упомянул в этом ролике да блять даже здесь кроме ки будут адекватнее чем те люди которых я упомянул и даже многие кроме ки против этого админа ламба я не понимаю почему он такой слишком выебист и так много берет на себя слишком большие права и ответственность типа он второй уровень админки или какой уж там 3 но вроде 2 еще и он строит из себя кого-то крутого угрожая людям ретестами банами варнами и так далее блять чувак угомонись уже серьезно ты такой же игрок как и все мы но с правами админа не более я на этом же ролик буду наверно заканчивать я готов приливу всяких дизлайков высеров со стороны этих людей которых я упомянул в этом ролике поэтому пишите официально свои комментарии по дискуссируем эту тему кто прав а кто нет я надеюсь адекватные люди прислушаются а те кто не понял пусть идут на хуй далеко и надолго в канаву откуда вылезли обратно ну а у микрофона был я стриж естественно играй со мной на gata world промокод ты можешь активировать с помощью команды слэш промо стриж и получить 50 тысяч вертов чтобы потом не фармить где-то на работе и сразу купить все что себе нужно там тачку квартирку и так далее чтобы отыгрывать свою роль ну а у микрофона был я стриж и всем пока